По Красносопкинскому сельскому совету на основании решения Назаровского районного совета депутатов 10 ноября 2020 года было принято органами самоуправления Назаровского муниципального района с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, что полномочия за организациями вопросов теплового снабжения будет лежать на Красносопкинском сельском совете, а контроль за готовностью тепловоснабжающей организации будет лежать на Назаровском районе. Данные полномочия дали возможность централизовать контроль за качеством оказываемых коммунальных услуг и за финансово-финансово-хозяйственность деятельности предприятия. Также появилась возможность эффективно распределять деньги и средства при финансировании работ в подготовке объектов коммунального комплекса в осенне-зимний период и в полной мере видеть фактически техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры. Так как с 2005 года муниципальные объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся на территории Красносопкинского сельского совета, были переданы в хозяйственное ведение администрации Красносопкинского сельского совета. Работает на них в рамках хозведа муниципальное предприятие ЖКХ Красносопкинского сельского совета. В 2022 году в рамках государственной программы Красноярского края реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства по подпрограмме «Неотложные нужды» администрация Назаровского района в результате аукционных процедур заключила муниципальный контракт на поставку котельного оборудования с организацией «Алтай» котельный завод «Энергосервис». Оборудование было поставлено с нарушением сроков поставки несоответствующего качества, в связи с чем администрация Назаровского района принято решение о расторжении контракта в настороннем порядке, прорабатывали этот вопрос через УФАС, и строки поставки котла затянулись, и в связи с понижением температуры увеличения нагрузок на котельное оборудование для недопущения дальнейшего нарушения сроков поставок котельного оборудования в случае возможности возникновения чрезвычайной ситуации было принято решение о введении на территории Красно-Сопкинского сельского совета о режиме повышенной готовности, это начало декабря, и заключение муниципального контракта с теплокомплектом было дальше на поставку твердодопленного котла и поставку осуществили уже 8 декабря. Замена оборудования произведена 12-го, без остановки котельных отклонений от температурного графика и 12-го уже декабря 2022-го режим повышенной готовности был снят. Так, в результате проведенных работ был выполнен капитальный ремонт котель в поселке Красно-Сопка по улице Заечная на сумму 905 тысяч рублей был заменен один водогрейный котел. Также за счет средств местного бюджета произведена замена водопровода в поселке Красно-Сопка по улице Югерейная 520 метров и улица Центральная 200 метров, также улица Зеленая 300 метров. В 2023 году в рамках государственных программ Красноярского края реформируемую модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности по подпрограмме модернизации планируется произвести капитальный ремонт водонапорной башни расположенной в поселке Красно-Сопка по улице Вокзале. Цена запланированных работ свыше 3 миллионов рублей соглашение с профильными министерствами уже подписано, в настоящий момент готовится аукционная документация. В рамках подготовительных работ реализации проекта «Чистая вода» в 2023 году произведена работа по созданию проекта планировки земельного участка, в котором определены границы установки объектов расснабжения очистного комплекса, места проводящих магистрали в поселке Красная Сопка. Стоит отметить, что уже сейчас в 2023 году завершаются работы по проектированию очистных сооружений поселка Красная Поляна, находится на стадии экспертного заключения. В случае успешного прохождения курса экспертизы мы претендуем на реализацию строительства объекта «Чистая вода» в Красной Поляне в 2004 году и начало проектирования объекта очистных сооружений в поселке Красная Сопка на 2024 году.